Приветствую, друзья! Видимо, на волне успеха двухсотой серии компания SMSL выпустила новую облегченную версию этой связки, упакованную внутри одного корпуса. В плане дизайна, конечно, получилось очень схоже, однако по начинке C200 все-таки ближе к сотой серии. Базируется он на конвертере ES9038Q2M, за USB отвечает XMOS второго поколения, а на Bluetooth стоит Qualcomm QCC5125 с поддержкой APTXHD и LDAC кодеков. Усилитель для наушников здесь встроенный, причем как с классическим уже выходом 6.35 мм, так и балансный Pentacon 4.4 мм, где выходная мощность составляет 1.3 Вт на 32 Ом нагрузки. Очень интересный девайс, вполне себе достойный конкурент народному топпинг DX3 Pro Plus. Там, кстати, балансных выходов не было, а тут есть. И это просто мега-бонус. О нем сегодня и говорим. Поехали. Пришел девайс в уже знакомой нам картонной коробке со схематично изображенным героем обзора и логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации. В комплект нам положили довольно подробную инструкцию, гарантийный талон, пульт управления, Bluetooth-антенну, USB-кабель и классический уже шнур питания. Блок питания, как и у всех современных моделей, встроен непосредственно в корпус устройства. Выполнен пульт из тактильно приятного матового пластика с прорезиненными кнопками. Из функционала на него вынесли кнопку включения, переключение входов и выходов, временное отключение звука мута, регулировка уровня сигнала, а также тонкую настройку устройства посредством системного меню. Корпус ЦАПа полностью сделан из металла и внешне очень напоминает гибрид из моделей DO200 и HO200. Но, как я уже сказал, только внешне, потому как по начинке он ближе к гибриду моделей HO100 и DO100 и то с некоторыми упрощениями. Так ЦАП ЕС-938Q2M теперь один, XMOS чип у них установлен одинаковый второго поколения, да и за Bluetooth в обоих случаях отвечает Qualcomm QCC5125. Ну и еще одно отличие коснулось усилителя для наушников, мощность которого здесь составляет 1.3 Вт, в то время как в HO100 было 1.5 Вт на 32 Ом нагрузки. Разницу, конечно, едва ли можно считать существенной. C200 тоже прекрасно раскачивает все существующие внутриканальные наушники и подавляющее число даже довольно тугих полноразмерных наушников, в том числе и изодинамических. Сверху девайса красуется два логотипа пройденной Hi-Res аудио сертификации, а снизу он надежно фиксируется на четырех прорезиненных ножках. Из входов имеем Bluetooth с APTX HD и льдокодеками коаксиал оптику и USB порт на Type-C. А на выходе расположился набор из пары RCA и пары балансных TRS разъемов, а также два разъема для наушников, стандартные на 6.35 мм и балансный пентакон 4.4 мм. Опять же хочется поворчать из-за отсутствия аппаратной кнопки отключения питания, как это было в двухсотой серии, но в данном ценовом сегменте это было бы уже чересчур. Куда важнее, что аудиофинский XLR нам заменили на TRS порты, распространенные среди профессиональной аудиотехники. Так что кому-то придется обновить свои связки межблочников. С другой стороны тот же топпинг в своем DX3 Pro Plus нас с балансными выходами не балует от слова совсем, а здесь пожалуйста. На фронтальную часть нам естественно вынесли дисплей и многофункциональный регулятор, вращение которого происходит с четкими механическими щелчками. Обычное вращение, как это принято, меняет уровень громкости, а короткое нажатие перебрасывает нас в системное меню, где можно выбрать активный вход и выход, один из семи цифровых фильтров, коррекцию джиттера, версию USB для подключения, например, к игровым приставкам, уровень яркости дисплея и конечно же режим усиления для наушников, низкий или высокий. Во время же работы на экран ровно как это происходило в DO100 выводится текущая частота дискретизации или же уровень громкости. По габаритам аппарат сверх компактный, выглядит достойно, ну и как это положено усилителей нагревается. Подсоединяем к ЦАПу источник цифрового сигнала, в моем случае это USB, подключаем наушники, активный монитор или же какой-нибудь внешний усилитель, выбираем вход и выход, настраиваем уровень громкости и все, можно получать удовольствие от прослушивания любимой музыки. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, так что можно игнорировать родной софт и использовать его только посредством режимов VSEP. Однако для ранних версий системы или же если вам требуется поддержка ASIO интерфейса, драйверы все-таки будут полезны. Я рекомендую обязательно их установить, но в открывшихся настройках ничего не менять. По форматам нам доступен PCM до 32 бит 768 кГц и DSD до DSD512. Аппаратного декодирования MQA в данном девайсе не предусмотрено. Со смартфонами ЦАП тоже работает, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Ну и конечно же C200 может получать сигнал по Bluetooth, если вам такой способ более удобен. Напомню, что несмотря на поддержку героям обзора самых передовых аудиокодеков, все они используют алгоритмы с потерями. Оттого итоговый сигнал будет явно хуже, чем при использовании кабеля. Измерение снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos с балансных выходов устройства. Где в случае TRS получил все графы в положении отлично, за исключением АЧХ, но и там вполне допустимое отклонение на полдецибела на 20 кГц. В остальном же шумовая полка где-то на минус 155 дБ с небольшим высокочастотным всплеском до минус 130 дБ. Шикарный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на уровне минус 130 дБ, а гармонические на минус 122 дБ с процентным соотношением 0,14%. Примерно то же самое мы видели в замерах DO100. В случае балансного выхода на наушники шумов стало чуть больше, незначительно подросли интермодуляционные искажения и заметно так увеличилось взаимопроникновение каналов. Опять же, как это было в АШО100. Суммарно же все просто, превосходно, технический ЦАП прекрасен, а для своего сегмента так вообще гениален. Звучит же C200 ровно так, как этого и ожидаешь от продукции SMSL. То есть с тем самым приятным мелодичным почерком и шикарной передачей масштаба музыкального полотна. Образы строятся крупными, объемными, у тембров хватает глубины и насыщенности. Да и к эмоциональности у меня тоже вопросов нет. Единственная не самая высокая динамика, из-за чего звучание кажется немного смазанным, а местами хочется чуть больше деталей и четкости. Впрочем, это и есть то, что должно отличать недорогую модель ЦАПа, еще и совмещенную с усилителем для наушников, от более серьезных решений типа DO100 и HO100 или DO200 и HO200. С разделением ровно та же картина, оно вполне достаточное для ЦАПа за 200 долларов, но выше головы очевидно не прыгает. Как следствие, по стилистике к герою обзора лучше подойдет что-то вокально-ориентированное, ритмично-мелодичное или же певучее. А вот всяким жестким агрессивным жанрам здесь может не хватить энергии, хлесткости и прорисовки. Этим, кстати, C200 и отличается от Topping DX3 Pro Plus, который более агрессивный и яркий, с меньшими возможностями по передаче объема и пространства, но с лучшей динамикой и прорисовкой нюансов. По мне же C200 дает восприятие именно аналогового сигнала, смягченного, утепленного, но при этом вполне способного к передаче различных оттенков звукоизвлечения, темперамента инструментов и особенностей его ритмики. То есть звучит как облегченная версия дорогого хорошего ЦАПа, когда есть и сок, и текстура, и то самое погружение в материал, что так ценят аудиофилы. Разбирая по частотам, к басам достаточно глубины, неплохо прослеживаются текстуры, очень сочная, я бы даже сказал сверх насыщенная объемная середина и слегка прибранные, но довольно продолжительные верха, где различные перкуссионные инструменты, на мой взгляд, имеют даже легкую искристость, что в положительном смысле сказывается на восприятии всей музыкальной палитры. При этом нигде ничего не режет, не сыпет и не раздражает. Очень комфортное такое мелодичное звучание с хорошим уклоном в макро. Из наушников я бы смотрел на что-то резкое, техничное и детальное. Глубины, мелодики, ощущения сцены здесь хватает и так, а вот уклон в нюансы явно добавит звукочеткости и подчеркнет, например, границы тембров. Интересно здесь будет попробовать подключить ЦАПу какой-то внешний усилитель для наушников. Так получится выжать из героя обзора намного больше, чем нам предлагают из коробки. Но это удовольствие не для новичков. В текущей же конфигурации это еще один правильный шаг к пониманию зрелого такого серьезного звучания. Противопоставляя SMSL C200 актуальной версии DX3 Pro Plus, у них паритет по мощности, у топпинг интереснее внешний вид, а SMSL в наличии балансные выходы и более взрослое, хотя и не такое детальное звучание. Что выбрать? Вопрос вкуса. Я бы, например, остановился на C200. Его характер гораздо ближе к тому, за что лично я люблю стационарные ЦАПы. В остальном же чисто вкусовое решение. Подводя итоги, стационарный ЦАП с усилителем для наушников SMSL C200 прилично выглядит. Имеет как обычные, так и балансные выходы, множество различных входов, в том числе и Bluetooth с поддержкой самых актуальных кодеков, высокого класса измерений и продвинутая медианастроя, где можно даже корректировать джиттер. По подаче же это объемное, очень глубокое звучание с тем самым эффектом погружения, подчеркнутой мелодичностью и аналоговой теплотой. Любители чего-то мелодичного и вокально ориентированного останутся в полнейшем восторге. Тем же, кому нужна техничность и скорость, лучше посмотреть на старшие модели бренда или варианты от Topping. Мне лично очень понравилась не уровень двухсотой или даже сотой серии, но все равно весьма достойно. Своих денег ЦАП однозначно стоит и многие без сомнения предпочтут именно его, а не конкурента от Topping. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSL C200. Всем добра, подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. А еще на Стелеге появилась барахолка, тоже присоединяйтесь, ссылки все будут под роликом. Всем пока!